Прививки против туберкулеза Все прививки осуществляются на территории Российской Федерации согласно национального календаря прививок, как профилактических, так и по эпидемиологическим показаниям. Этот национальный календарь утвержден приказом Министерства здравоохранения от 6 декабря 2021 года и приказ номер 1122Н. Согласно этому приказу вакцинируются новорожденные детки против туберкулеза на 3-7 день жизни. Ревакцинация осуществляется в 6-7 лет деткам, у которых отрицательные пробы МАНТУ. И подтверждает нам этот факт необходимости вакцинации примечание в этом национальном календаре, где указано, что если по каким-то причинам, может быть, медицинский отвод, может быть, какие-то личные пожелания родителей, но вакцинация БЦЖ не сделана в родильном доме, то эту вакцинацию подхватывает амбулаторная служба, то есть поликлиника. Деткам до 2-месячного возраста БЦЖ ставится в поликлинике без предварительной постановки пробы МАНТУ. Деткам старше 2-месячного возраста обязательно перед постановкой проведения иммунодиагностики. И подчеркиваю именно пробы МАНТУ, потому что, напомню, МАНТУ нам говорит о наличии или отсутствии в организме микобактерии туберкулеза. В то время как диаскин-тест, который тоже сейчас все знают, он свидетельствует о наличии латентной туберкулезной инфекции. Итак, после отрицательной пробы МАНТУ, после 2-месячного возраста детки подлежат вакцинации БЦЖ. При этом в национальном календаре указано, что подлежат вакцинации дети до 7-летнего возраста. Соответственно, если прибыли из каких-то других регионов наши ребятки без прививки БЦЖ, мы можем их подхватить именно на вакцинацию до 7-летнего возраста, подчеркну опять же с предварительной постановкой пробы МАНТУ. Пункт 886 санитарно-эпидемиологических правил от 28 января 2021 года, утвержденных постановлением номер 4 главного государственного санитарного врача Российской Федерации, также нам подтверждает, что если детки по каким-то наличию противопоказаний или другим причинам не вакцинированы согласно национальному календарю профилактических прививок, то они вакцинируются по индивидуальному графику после прекращения наличия противопоказаний или прибытия из стран, где данные прививки не проводились. Соответственно, резюмируя все вышесказанное, можно нам отметить, что наши ребятки в возрасте до 7 лет подлежат вакцинации против туберкулеза. Теперь давайте вспомним, что же такое прививка БЦЖ. У нас существует два вида прививок в Российской Федерации. Это БЦЖ и БЦЖ-М. Это ослабленная для щадящей иммунизации. Вакцинация проводится прививочкой БЦЖ-М, а ревакцинация, напомню, в 6-7 лет уже полной прививкой вакциной БЦЖ. Вакцина БЦЖ и БЦЖ-М – это живые вакцины, которые выращены в искусственных условиях. Это микобактерии туберкулеза, не обладающие какими-либо патогенными свойствами. Соответственно, не нужно бояться, как некоторые говорят, мы сделаем прививку и заболеем туберкулезом. Никоим образом. Эта вакцина не содержит активных размножающихся микобактерий и нацелена на выработку иммунитета, защиты против туберкулезной инфекции. Да, к сожалению, несмотря на прививочку, наши детки могут заболеть туберкулезом. Почему так происходит? Давайте разберемся. Дело в том, что прививочка делается с целью тренировки нашего организма. То есть щадящие, ослабленные, непатогенные микобактерии туберкулеза попадают в организм. К ним наш организм, организм ребенка вырабатывают антитела, защиту. Соответственно, если микобактерия активная при наличии какого-то тесного контакта с туберкулезным больным попадет в организм ребенка, то сам организм, сама иммунная система ребеночка, она уже знает этот микроб и активно начинает бороться, вырабатывая все больше антител. Но, к сожалению, конечно, вы понимаете, попадание может быть большого количества микобактерий и организм справиться может не всегда. Но хочу подчеркнуть, что эта прививка в обязательном порядке предотвращает тяжелые распространенные формы туберкулеза, генерализованные формы, такие как миллиардный туберкулез, туберкулезный минингит. Эти формы развиваются молниеносно и зачастую можно просто не успеть помочь ребенку. Хочу отметить, что если ребенок раннего возраста без вакцинации БЦЖ попадает в тесный семейный контакт, то считается, что более 85% за то, что он заболеет туберкулезом. Считается, что маленькие дети, дети до года, они не инфицируются, а именно сразу заболевают туберкулезом. Именно поэтому это первая прививка, которая делается еще в родильном доме, когда иммунитет нашего с вами малыша, новорожденного ребенка еще не окреп. И для того, чтобы он справился со всем окружающим миром, его нужно защитить от инфекционного заболевания, которое распространяется воздушно-капельным путем, то есть от туберкулеза. Наша прививка называется самой заметной прививкой. Почему? Потому что на плечике образуется рубчик. И течение выработки иммунитета, течение вот этой местной реакции зачастую может где-то напугать наших родителей. И так сделано прививочком. Через 4-6 недель на этом месте возникает небольшое покраснение. Инфильтрат, похожий на укус комара. Далее из этого инфильтрата образуется возвышение папула. И на месте папулы затем пустула с таким гнойным желтоватым содержимым. И вот на этом месте родители, конечно, беспокоятся. Что случилось? Не могло ли инфицироваться это место? Нет ли нагноения прививочкой? Переживать не надо. Это нормальное течение поствакцинальной реакции прививочки против ВЦЖ. Далее, через 2-3 месяца на месте этой пустулы образуется корочка, которая самостоятельно потом отходит и образуется рубчик. Некоторые родители беспокоятся в другом направлении. Почему нет рубчика, хотя мы сделали прививку? Дело в том, что я уже сказала, что вакцинация ВЦЖ идет щадящей, ослабленной вакциной. Иммунитет детей, тем более новорожденных детей, он разный. Поэтому формирование поствакцинальной реакции у всех будет разным. И если вы не видите этого рубчика, отчетливого, как у нас с вами на плечиках, то это не означает, что нет иммунитета у ребенка. Может быть, на плечике будет не рубчик, а небольшое пятнышко. Или маленькая ямка. Специалист или педиатр это тоже увидит и отметит. И второй момент, когда мы проверяем напряженность на выработке иммунитета, это проба МАНТУ, которая в первые годы жизни как раз нам и будет свидетельствовать о наличии того ослабленного, непатогенного микроба, который введен в виде прививочки ВЦЖ. Что касается самой прививки, то она имеет большую историю. Французские ученые Кальмета и Герен, собственно говоря, ВЦЖ это бацилла Кальмета и Герена в переводе аббревиатуры, они 12 лет работали над тем, чтобы создать вот эту прививку, эффективную уже многие годы и используемую во всем мире. И впервые представили эту вакцину в 1921 году. В России, в Москву вакцина прибыла в 1925 году. И с 1950 года у нас в России используется вакцинация ВЦЖ. И с 1962 года мы используем внутрикожный метод введения ВЦЖ и ВЦЖ-ТМ. Конечно, вакцина имеет какие-то противопоказания для введения. Для новорожденных деток это, понятно, недоношенность, это какие-то внутриутробные инфекции, может быть, какие-то гномосептические заболевания, неврологическая патология и так далее. После снятия противопоказаний дети, как я уже говорила, в поликлинике прививаются против туберкулеза. Для ревакцинации также могут быть какие-то противопоказания, какие-то острые заболевания, обострение хронических инфекционных заболеваний. Это также учитывается педиатрам в поликлинике для того, чтобы перейти на индивидуальный график вакцинации и ревакцинации. Отсутствие прививки против туберкулеза не означает никоим образом, что другие прививки не проводятся. Надо помнить, что индивидуальный график вакцинации должен проводиться каждому ребенку. Необходимо знать, что до прививочки БЦЖ, после предыдущей прививки, должен пройти один месяц. И после прививки БЦЖ до следующей прививки также один месяц. Это, повторюсь, живая, не патогенная, но живая прививочка, содержащая живые микобактерии и туберкулеза. Что касается посещения, спрашивают детских образовательных учреждений. Отсутствие прививки БЦЖ или ревакцинации БЦЖ не является противопоказанием для посещения детского учреждения. Но при этом надо помнить, что профилактический осмотр на туберкулез должен проводиться два раза в год всем детям без прививки БЦЖ. Поэтому при отсутствии профилактического осмотра, будь то реакция МАН-ТУ, Диаскин-Тест или какой-то другой метод, выбранный родителями, вот в этом случае посещение детского образовательного учреждения руководителем этого учреждения может быть запрещено. Хочу также отметить, что все прививочки проводятся специально обученными медицинскими работниками. Работниками, которые знают теоретические и практические основы вакцинации, техники проведения вакцинации, основы иммунологии. И имеют справку допуск из противотуберкулезного диспансера на проведение как прививки БЦЖ, так и иммунодиагностики. Получение справок допусков регламентировано санитарно-эпидемиологическими правилами и у нас соблюдается неукоснительно. И в заключении хочется отметить, что некоторые родители проводят почему-то параллель. Нет БЦЖ, нет МАНТУ. Это в корне неверно. Да, вы по каким-то причинам, может быть, не сделали своему ребенку БЦЖ, но диагностику никто не отменял. К сожалению, пусть и не так много, но случаи туберкулеза имеются. Поэтому мы должны с вами стремиться к раннему выявлению этого заболевания. Берегите себя, своих детей. Давайте о детях заботиться вместе.